В кяхте 6 июля бурятскими таможенниками задержан гражданин России, пытавшийся вывезти в Монголию незадекларированные драгоценности. В небольшом чемоданчике находилось 184 драгоценных камня, сертифицированные якутские бриллианты различного диаметра, цвета, огранки от пяти тысячных до одного карата. Каждый в индивидуальном пластиковом контейнере с маркировкой «Бриллианты – лучшие друзья девушек». Кроме этого, в автомобиле, между водительским и пассажирским сиденьем, в ящичке для перчаток, в трех полиэтиленовых пакетах находилось 421 вилирное изделие, на каждом из которых имеется ярлык с маркировкой «Серебро 925-й пробы». Общим весом почти 3 килограмма. Согласно статье КОАП, нарушителю грозит конфискация драгоценностей и штраф в несколько сотен тысяч рублей. В Улан-Удэ после проливного дождя на улице Ключевская, 57, блок 3 залило водой несколько квартир. При этом подобное подтопление происходит уже не в первый раз. Три недели назад, где-то числа 15 июня, уже когда был проливной дождь, до этого такой мощный-мощный, нашу крышу-то затопило, уже следы кое-какие оставались и, в общем, затопило. Тут тоже такие тазики стояли, в общем. Обращались уже в Россервис непосредственно, в нашу управляющую компанию. Они сказали, что вот, будем делать ремонт, все, что в наших силах, мы обязательно попробуем сделать. Вода едва не залила электрощитки. Сейчас жильцы готовят иск в суд на управляющую компанию с требованием компенсации ущерба. К другим событиям. Железнодорожники перекрыли переезд в посёлок Горький, требуя неукоснительного внимания к правилам безопасности. Мы здесь для того, чтобы ещё раз напомнить водителям правила безопасности. Особенно актуально это в летний период, когда количество машин на дорогах возрастает. В минувшем году водитель бетономешалки выехал под поезд на переезде Нижней Саентуй. Обошлось без жертв. Алексей Унагаев, Намсарай Намсараев, Евгений Павлов. Новости дня.